Вопросы о гарантии качества лучевой терапии 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 которая является морально устаревшей методикой и которая не позволяет подводить высокие дозы для достаточного успешного лечения. Но, к сожалению, в определенных ситуациях эта опция остается единственной опцией лечения пациентов с заболеванием предстательной железы. Ну и, как я говорил, золотой стандарт трехмерно-конформной лучевой терапии и ее более совершенные варианты методики АМРТ и ВИМАТ. В детали не буду вдаваться, просто эти методики позволяют более аккуратно и точно подвести лечение с минимальным воздействием. И, как следствие, это позволяет интенсифицировать лечение и проводить в настоящее время очень актуальные, наслышанные технологии методики лучевой терапии в виде стереотоксической лучевой терапии, CBRT, которые заключаются в условно в подведении высоких доз за небольшое количество фракций до пяти сеансов. Ну и, конечно, внутритканевая лучевая терапия, низкомощностная и высокомощностная брахиотерапия занимает неотъемлемое место в лечении. Это слайд больше для моих коллег, которые, я знаю, тоже присутствуют на данном мероприятии. С одной стороны, я хочу продемонстрировать для них то учебное пособие, которое является достаточно авторитетным за авторством наших иностранных североамериканских коллег и, на мой взгляд, должна являться настольной книгой. С другой стороны, в начале этого труда порядка одной трети всей публикации вопрос идет об вопросах радиобиологии, радиационной онкологии. И как раз, готовясь к презентации, вычленим эту фразу в контексте максимального локального воздействия на представительную железу, которая ассоциирована с долгосрочными онкологическими перспективами. Но приступим к лучевой терапии. Как я сказал, задача лучевой терапии достаточно проста. Необходимо провести безопасное, эффективное лечение. Современные технологии позволяют это сделать. На данном сайте представлена одна из многочисленных работ, методика МРТ, одна из современных высокоточных методик, которые позволяют, видите, как линия фиолетового цвета, бордового цвета, аккуратненько обходит, которая отображает терапевтическую дозу, необходимую для уничтожения опухолю клеток, аккуратно обходит прямую кишку, в частности. Это создает предпосылки для увеличения дозы. Зачем нам увеличивать дозу при изобливании предстательной железы? Для того, чтобы, соответственно, увеличивать онкологические результаты. Одно исследование, на данном сайте представлено, говорящее в пользу более эффективного подведения суммарно-очаговой дозы 78 грея по сравнению с 70 греями. Другое исследование подобное. Их очень много, можно десятки, сотни, не знаю. Но это исследование я остановился. Почему? Потому что здесь референсное значение, те самые 74 грея, та величина, относительно которой крутятся все современные клинические рекомендации. То есть заведомо подведение доз меньше этой величины ассоциировано с худшими онкологическими результатами. И перейду к следующему исследованию. Достаточно интересное исследование, тоже о нем часто упоминаю и в дискуссиях, и в комментариях. Это Protect T-Trial, исследование наших коллег из Великобритании. Это многоцентровое исследование, но не только Великобритания, принимал участие. Я рассматриваю с точки зрения радиотерапии, хочу продемонстрировать возможности лучевой терапии и показать нюансы лучевой терапии в лечении пациентов с локализованным раком предстательной железы для аудитории в целом. Чем она уникальна? Потому что это первое исследование, в котором проведена и унифицирована методика лучевой терапии с соблюдением всех принципов гарантии и качества. Обратите внимание, доза достаточная, использование современных технологий трехмерной конформы лучевой терапии, и много-много аспектов по соблюдению всего того, чтобы обеспечить качественное и эффективное лечение. И в связи с этим мы видим прекрасные онкологические результаты. Потому что до этого исследования оценка эффективности лучевой терапии носила ретроспективный характер с различными технологиями, с различными принципами гарантии качества, даже различные дозы были. Так вот, это исследование лет пять назад, по-моему, когда мы встречались на Европейском конгрессе радиационных онкологов, высокопарно даже звучало выражение исследований столетий условно. И как результат сопоставимый с хирургическим подходом частота негативных, частота неудач в лечении данной категории пациентов. Брахиотерапия. Внутри тканевая лучевая терапия. Я сразу скажу, что я не являюсь экспертом в брахиотерапии, чтобы не вводить в заблуждение аудиторию. Но, безусловно, этот компонент лечения является неотъемлемой составляющей. Есть высокомощностная и низкомощностная брахиотерапия. Эффективность ее на пару слайдах я представлю, что тоже достаточно на высоком уровне, больше 90%. Всегда идут дебаты, борьба между специалистами дистанционной лучевой терапией и внутритканевой лучевой терапией. Какой метод эффективнее, лучше, безопаснее? Одно из исследований, которое сравнивает современные технологии АМРТ с низкомощностной брахиотерапией, показывает эквивалентность своей значимости. На данном слайде результаты эффективности высокомощностной брахиотерапии также на высоком уровне у пациентов с локализованным раком предстоятельной железы. У меня, в частности, у моих коллег, и я знаю, что у специалистов хирургических методов лечения всегда возникает вопрос, какая разница между высокомощностной и низкомощностной брахиотерапией, что лучше, что хуже. И вот Ассоциация атомной энергетики МАГАТЭ опубликовала результат дискуссии, некую монографию условно 2015 года, где по каким-то основным тезисам пытаются разъяснить, чем отличаются два вида брахиотерапии. На данном слайде мы видим, что преимущество высокомощностной брахиотерапии в уменьшении доз на персонал, на посетителей. Какие-то нюансы в особенностях планирования лечения, что позволяет более аккуратно, скажем так, локально, таргетно облучать. Относительно тезиса интеграции ИБРТ, то есть дистанционной лучевой терапии и высокомощностной брахиотерапии, дискутабельно, потому что есть клиники, в практике которой имеется сочетание дистанционной лучевой терапии и низкомощностной брахиотерапии. Документ достаточно большой, и я думаю, что при желании с ним можно ознакомиться, если возникнет такая необходимость. О чем сегодня все говорят и на слуху, это, конечно, стереотоксическая лучевая терапия. Она нашла место и в лучевой терапии предстательной железы, и все больше и больше, сначала относились скептически к этому методу лечения, сейчас все больше исследований, больше наблюдений, лучше и точнее выводы, и потихонечку этот метод также находит свое место применения как опция в лечении наших пациентов. На данном слайде одно из исследований, которое показывает об эффективности данного подхода. И кумулятивно продемонстрировать на данном слайде я хотел те методики, те возможности лучевой терапии, грубо говоря, в рамках онкологической значимости. Мы видим, что абсолютно, условно говоря, они все одинаковы между собой, и пациентам мы можем предлагать как опцию лечения. Это дистанционная лучевая терапия, брахиотерапия и технологии стереотоксической лучевой терапии. Но прежде чем перейти к токсичности, к переносимости, хотел бы остановиться именно на этом слайде, умеренное гиперфракционирование. Что это такое? Это дистанционная лучевая терапия, которая заключается в том, что немного увеличивается разовая очаговая доза, но при этом сокращается продолжительность курса лучевой терапии, где-то на процентов 20-30. Это все стало доступно благодаря новым знаниям, которые были приобретены в рамках радиобиологических аспектов. Есть определенный нюанс, что такая интенсификация лечения позволяет нам, с одной стороны, подвести достаточную, на сегодняшний взгляд, как мы понимаем, достаточную дозу дистанционной лучевой терапии, при этом не добавляя нагрузку на критические органы, здоровые ткани органов малого таза. И сейчас, если я помню, по-моему, в НССН 4 или 5 различных режимов гипофракционирования упоминается. Хотел показать исследование, где наиболее самый радикальный режим, скажем так, самый интенсифицированный, за 20 сеансов, 20 рабочих дней, по 3 ГРЭ. На данном слайде представлены исследования, которые демонстрируют, что данный подход, данная интенсификация эквивалентна по онкологической значимости с режимом классического фракционирования. Самый интересный вопрос, на мой взгляд, а в первую очередь, самый интересный вопрос для наших пациентов. И каждый день каждый пациент мне задает этот вопрос. И я думаю, что, наверное, я постарался быть максимально объективным для того, чтобы показать именно нюансы, особенности токсичности лучевой терапии. И возвращаясь к тому самому исследованию, в перспективном рандомизированном протекте, где сравнивались не только эффективность разных подходов в лечении локализованного рака, но сравнивалась и токсичность. Более того, даже еще добавили одну группу, нерандомизированную группу с брахитерапией. И колоссальное количество информации по оценке токсичности, но хотел бы просто тезисно остановиться именно на лучевой терапии. К чему готовить наших пациентов? Быть максимально честными перед ними, перед своими коллегами. В данном случае в отношении токсичности мочеполовой системы мы однозначно видим, обратите внимание на график F, что высока вероятность увеличения нектурии. С чем пациенты столкнутся во время лучевой терапии? Максимально это будет проявляться в острый лучевой период, и потом с этой проблемой часть пациентов, конечно же, останется. В рамках сексуального здоровья тоже лучевая терапия имеет свой неблагоприятный эффект, а именно обратить внимание на график A. Лучевая терапия, извините, не прокомментировал, это синяя линия. Пунктирная черная – бракитерапия. Так вот, на графике A хочу обратить внимание, что сила, правильно выразиться в обществе онкорологов сложно, но постараюсь, сила эрекции страдает во время лучевой терапии. И обратите внимание, что со временем, с годами, к шести годам, к сожалению, проблема с этой опцией, с этой функцией, она может нарастать у пациентов. К сожалению, мы должны об этом предупреждать. И с одной стороны, дальше хотел бы сказать об токсичной стороне прямой кишки. И график I и F, ну, больше график I, что, в принципе, частота развития небольшая, но все равно вот это осложнение, геморрагический эректид, достаточно пугающее пациентов и сложное. И мы должны иметь в виду, что, безусловно, при дистанционной лучевой терапии этот риск имеет место быть, при бракитерапии немного ниже. Кумулятивно, то, что я только что сказал, отобразил этих выводов, я думаю, что разрешите, не буду останавливаться. Ну, дополнительно, что никакое... Также авторы изучали влияние на умственно-физическое качество жизни. В выводах я нашел фразу, что никакой вариант лечения не повлиял на эту составляющую. И опять-таки, возвращаясь к тому самому меренному гипофракционированию, которое нашло место в современной работе, онкологической работе, по токсичности. Здесь я хочу обратить внимание, что на обоих графиках оценивается токсичность мочеводелительной системы и инстальных отделов системы пищеварения. Синяя линия – это классическое фракционирование, а красная линия – это гипофракционирование. И прокомментировать хочу следующим образом, что при гипофракционировании раньше возникают реакции. Если при классическом лечении реакция, как правило, условно возникает на третьей-четвертой неделе лучевой терапии, то при гипофракционировании они возникают раньше. И доктора меня часто спрашивают, пугаются, когда внедряют данный подход к литенической практике, и приходится об этом объяснять, что есть определенные закономерности, уже проанализированы эти закономерности нашими иностранными коллегами. Но в итоге в сухом остатке все равно токсичность классического фракционирования и гипофракционирование выходят на одинаковый уровень. Токсичность реакционирования лучевой терапии, сам посыл создания такого подхода, используя современные технологии, методики, и, безусловно, все ожидают низкой токсичности. Оцениваются различные режимы лечения. Ну, вот просто скажу, что наконец-то выработали наиболее оптимальное дозирование. Но есть работы, которые все находятся в поисках и пытаются увеличить разово-очуговую дозу, так называемую ультрагипофракционирование, до 8, до 9, до 10 грейв. Да, немного улучшается биохимический контроль болезни по этим данным, но несопоставимо с этим существенно увеличивается частота поздних лучевых осложнений, которые сказываются на влияние на качество жизни наших пациентов. Начал с гарантии качества, и хочу в завершении своей презентации вернуться к этому вопросу, что не только в рамках эффективности лечения, но и безопасности лечения. Для того, чтобы провести безопасное лечение, мы должны использовать и гарантировать точно лучевое лечение в рамках использования современных передовых методик. С одной стороны. С другой стороны, высококомпетентные специалисты по планированию и реализации лучевой терапии. Интересное исследование, которое показывает, что если какой объем прямой кишки получил дозу 70 грейв, если он меньше 26%, то риск ректита второй степени гораздо ниже, нежели больше. То есть система особенностей критерий планирования выделения радиотерапии также имеет немаловажную роль. И в заключение, вот этот слайд о вопросах гарантии качества. В рамках МАГАТЭ документов актуальности лучевой терапии лучевая терапия в представительной железе занимает неотъемлемое место. Есть так называемый коэффициент использования лучевой терапии. Справа представлена таблица. И в которой расценивается достаточно просто количество курсов лучевой терапии на число впервые выявленных состояний. И мы видим, что представительная железа находится наряду с такими социально значными проблемами, как молочная железа, шейка матки на высоком уровне. И более того, к сожалению, не знаю, к счастью, наверное, может быть, мы не можем продемонстрировать результаты второго исследования на представительную железу, но на примере быстроделищихся клеток при плоскоклеточном раке головы и шеи авторами этого же исследования было показано, что несублюдение принципов гарантии качества лечения, неправильное определение объемов облучения, некорректно рассчитанные лечебные планы, отсутствие гарантии качества каждого сеанса лучевой терапии приводит к снижению общей выживаемости этой категории пациента на 20%. В то время, когда мы обсуждаем вопросы использования радиосенсибилизирующей химиотерапии, высокодозы цисплатин, карбоплатин и так далее, всего речь идет о 6,5%. То есть соотношение важности и актуальности вопросов гарантии качества. Я благодарю вас за внимание. Надеюсь, что не было скучно в рамках моей презентации. Продолжение следует...